Эту карту Сергей Мощенко привез с Байконура. Именно туда состоялась его первая ответственная и судьбоносная командировка. Огромный профессиональный опыт и интересные знакомства. Что еще нужно молодому специалисту? Ему удалось поработать с Юрием Ширяевым, техническим руководителем, и Владимиром Пало, главным конструктором орбитальных станций «Салют». Позже именно они дали ему рекомендации в космонавты. А впечатлениями разработки корабля «Салют-7» и выводом его в космическое пространство ракеты-носителем «Протон» Сергей Иванович делится так, как будто это было вчера. Оторвался немножко от стола, потангажу, наклон сделал, роков, гром, свет. Воздух вибрирует прямо на расстоянии километра, вибрация. И даже волей-неволей как-то обнялись и ура, заорали. Отчего не сговаривать? Его друзья гордятся дружбой с ним, отмечая его отзывчивость, целеустремленность и силу духа. Нам приходилось не только учиться, но и зарабатывать на то, чтобы достойно жить. Поэтому мы сочетали и работу, и учебу, и общественную работу, в чем он тоже был всегда среди первых. 86-й год. Ранним утром «Протон» выводит космическую станцию «Мир» на орбиту. К ее разработке наш герой также приложил свою руку. Изначально планировали, что новая станция проработает всего три года. На деле вышло 15 лет. Сегодня все полученные знания и опыт он стремится передать молодому поколению. Получает такой отклик, отзыв от детей. Они просто окружают и говорят, дядя, где берут в космонавты? Чтобы это стало реальностью, нужно пройти нелегкие отборы комиссии. И только потом ты – кандидат в космонавты. Затем два года общекосмической подготовки. 104 экзамена, специальные тренировки, парашютная, летная и даже водная. Ведь считается, что космонавт – это хороший водолаз. Перепад давления, который возникает при работе в невесомости, он схож при работе под водой. Если человек может под водой работать и управлять своим собственным телом, глотать слюну, перепад давления, выравнивать давление, то высока вероятность того, что он будет хорошо и успешно работать в космосе. Как известно, обязательный костюм космонавта – скафандр. Мало кто знает, что он весит около 90 килограммов. Тяжеловато, но это необходимо для безопасности. Костюм «Сокол» обеспечивает жизнь космонавту, если произойдет разгерметизация корабля. В завершение нашей беседы я задала Сергею Ивановичу главный вопрос. Планирует ли он совершить полет в космос и возможно ли это сейчас? Возьмут, хорошо, не возьмут. Но возможность такая есть. Ну, если истечение обстоятельств, и желание будет руководству, да, это возможно. Воплотить мечту в жизнь никогда не поздно. Известно, что американский астронавт Джон Гленн совершил свой полет в 78 лет.